Всем привет, мои хорошие! С вами Спитлана. Сегодня у нас рубрика Фиберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Очень много пустых баночек. Давайте начнем с порошка. Я вам уже говорила, что люблю его в переисполнении. Он хорошо отстирывается, хорошо справляется и даже лучше ведет себя, по моему мнению, с белыми тканями, нежели гель для стирки для белых тканей. Поэтому беру и буду брать. Здесь 800 грамм, он безопасный, он подходит для детей, для аллергиков. В общем, все в нем хорошо. Артикул 322. Я чередую туальпийский лугату горную свежесть. И всегда он у меня есть в запасе. Так, дальше, девчонки. Кондиционер для детского белья нравится. Действительно хороший. Хорошо, что он безопасный, дерматологически протестирован. Здесь очень приятная нежная отдушка. Одна из тех, которые мне нравятся в Фиберлик. 115-16. Он действительно делает белье мягким. Не скажу, что самым мягким, самым мягким белье делает кондиционер Сенситив. Но вот этот тоже очень достойный. Конечно же, маленько стираю пока только с этими средствами. Так, дальше. Био-пятновыводитель. Гринли, концентрированный. Вы знаете, не оценила я его свойства. Мне кажется, из серии «Дом Фиберлик» как-то помощнее. Ну вот не очень он зашел. Так, артикул 119-84. Я его использовала. Использовала на пятнах. Использовала и без пятен, дабы усиливать стирку. Ну не знаю. Так себе. Так себе. Повторять я его точно не буду. Не зашел совершенно. Вообще серия Гринли мне как-то не очень зашла. Так, недавняя новинка. Ультракондиционер для белья «Мелодия солнца». Мы с вами уже этот аромат обсуждали. 118-57 артикул. Вы знаете, мне показалось, что сначала из лакончика пахнет какой-то химозой. Фу, у меня 7 потов сходят, потому что у нас такая жара опять. Дождь прошел, влажность дикая. Фу-фу-фу. Так. Показалось, что он пахнет какой-то химозой на выходе. Но по факту, вы знаете, белью в принципе ничего так пахнет. Но я не скажу, что он у меня в любимчиках. Все равно я чувствую здесь какой-то подтон бытовой химии. Вот не скажу, что люблю и буду повторять. Нет, скорее всего, нет. Конечно же, органа или сенситив. Но не этот, не зашел. Так, дальше. Осветлитель. Интенсивный осветлитель. Фаберлик Эксперт. Калор. Мы с вами вместе красились. Осветлитель хороший. Действительно снимает много тонов за раз. Он, конечно, вас в блонд не выведет. Но рыженький такой сделает. Со второго раза можно в блонд. Артикул 180-54. И он мне волосы не пожег. То есть они были в нормальном состоянии, я хочу сказать. Хотя краска мне 7,1,8,1,9,1 жжет. А вот осветлитель, он нормальный. Вот лучше им, чем порошком из магазинов, да, и в парикмахерских, в салонах лучше им осветлиться пару раз, нежели порошком. Он действительно достойный осветлитель. Ультраблонд он за раз не сделает. Но много тонов, тонов 6 он снимет. Так, еда. Каша мультизлаковая с яблоком и фундуком с бамбуковой клетчаткой. Вы знаете, мне понравилась такая кашка. Вкусненькая. Действительно мультизлаковая. Там гречка и овсяночка чувствуются. И фундук-орешек тоже чувствуется. Он такой тверденький. То есть его ощущаешь, когда кушаешь. Артикул, артикул девчонки. Да где же на кашах-то артикул, господи. Вот спрячут же, да, и не найдешь. Внизу сам. 161.13. Понравилась. Каша Фаберлик мне вообще нравится. В отличие от вторых блюд, да, каша очень у них достойная, вкусненькая. Как бы никаких нареканий к этим кашам отнюдь нет. Так, кофе. Кофе миндаль в зернах. К сожалению, его нет на складе. Я его молола, я его пила с превеликим удовольствием. Он действительно очень вкусный. Я его когда варила, когда просто в кружке перемолотой заваривала. И действительно чувствуется миндаль. Действительно он есть здесь. Аромат такой тонкий. Вкус бодрящий. Как бы вот кофе. Действительно хороший, достойный кофе. Но нет на складах его кофе. И в обратной связи тоже девочки мне писали, отвечают, что и неизвестно, когда будет. У меня сейчас на складе был только с апельсином. Я его взяла и пью тоже с удовольствием. Но с фундуком мне нравится больше. Надеюсь, что все-таки он у нас на складе появится. Кофе действительно достойный. Так. Два кетчупа классических. В артикуле. Так. В артикуле. Тут, по-моему, на донышке. 160-50 закончились. Кетчуп очень вкусный. Сладкий из помидоров черри. Он обалденный. Я его просто обожаю. Готовы есть девчонки ложками. Самый вкусный кетчуп, на мой взгляд. Поэтому, да, беру и буду брать. Майонез оливковый провансай. Не могу сказать, что он мне прям нравится. Мне вот нравятся немножко другие майонезы. Майонезы, соусы, скажем так, да. Артикул 161-21. Вот, допустим, я люблю Хайнс. Сейчас очень вкусно делают майонез. Туда горчичку добавляют, да. А вот этот, он хороший, лучше средних. Но по вкусовым качествам для меня слабоват. Но я все равно его беру. Потому что иногда в магазине, допустим, лените. А этот раз такой лежит в запасе. На салатики, на соусы, на какие-то пойдет. Из линейки Технокит закончился вот такой шампунь. Два в одном бальзам-шампунь для детей. 3+, артикул 2354. Не скажу, что он бальзам. Волосы он не разглаживает. Но хорошо промывает. И классный аромат зеленого яблока. Никаких аллергических реакций у ребенка нет. Пользуемся не первый год. Поэтому берем всегда, когда хорошая цена. Так, шампунь Ботаника. Здесь у нас глубокое очищение и увлажнение для жирных волос. Облепиха Можжевельник. В артикуле 1273. Я уже писала посты. Пост на сравнение вот этого и другого шампуня Ботаника. Девочки просили. Неплохой. Для жирных волос подойдет. Кто-то жалуется, что все шампуни Ботаника сильно пересушат. Не знаю, у меня нормально. Скорее всего, тогда это линейка для жирных волос. Кто-то говорил, что Ботаника перевыпуск Арктики. Нет. Арктика была вообще необыкновенной. Не сравнить с Ботаникой. Но тем не менее, неплохие, очень дешевые шампуни, которые для нормальных волос вообще подойдут прекрасно. Закончился гей для душа Бон Джорно Марокко. Артикул 1728. Мне нравится вообще вся эта линейка. Очень вкусненький, хорошо пенится, не пересушивают кожу. Никаких нареканий нет. Очень нравится. Даже больше, чем ля-крем. Здесь освежающий аромат грейпфрута. Кто любит, девчонки, прям сочный, освежающий грейпфрут. Вообще классный. Так, дальше. Зубная паста Технокитс. Много раз тоже вам ее показываю. 6+. Это у нас груша. 2359 Артикул. Прекрасно очищает эмаль. Просто прекрасно удаляет зубной налет, который скопился в течение дня. К ней никаких нареканий. Дочка ей пользуется. И зубками все отлично. И сама я ее пробовала. И знаю, что многие из вас тоже пользуются ей. Потому что мне лично взрослые пасты Фаберлик не подходят. И вот эту я пробовала. Она не повышает чувствительность эмали. И все отлично. Недавняя новинка из линеечки у нас Хэппи Степс. Вот такой вот крем для ног. Снятие усталости. Артикул 2517. И он неплох. Вы знаете, вот даже быстро его израсходовал. Он действительно снимает усталость. Слегка. Легкий охлаждающий эффект. И по сравнению с другим кремушком, но я потом про него вам расскажу, и в обзоре каталога я вам все отзывы тоже дублирую. Которые в душу запали. Слишком положительные, либо слишком негативные. Я вам обязательно в обзор каталога дублирую. Поэтому многие ответы на вопрос вы можете найти именно в обзоре каталога. Неплохой. Вы знаете, вот стоит взять. Он тоже крайне дешевый, но попробовать стоит. Он действительно чуть-чуть охлаждает и действительно чуть-чуть снимает усталость. Такой слабенький вариант. Но что мы хотим за эти деньги? Так, дальше. Масочка. Блонд и кон. Обалденная маска. Уже давно пою ей оды. Артикул 2712. Она для нейтрализации желтизны. Она яркая. Она действительно желтизну нейтрализует. Но в то же время у нее обалденные ухаживающие свойства. Волосы после нее, как после ламинирования. Я держу ее подольше. Не просто нанесла из мыла как бальзама. Минуточек хотя бы 15. И прям волосики лежат идеально. Укладываются отлично. Волосик к волосику. Прям вот рекомендую. Она своих денег однозначно стоит. Мне кажется, самая удачная маска Фаберлик для волос. Смарт-кератин салон Кеа горячее обертывание. Мы с вами уже эту тему проходили. Но тем не менее, кто не видел, 0508 это полная Г. Во-первых, этого тюбика на один раз. И то, на мою длину. И то, мне кажется, не хватило. И он просто испоганил мне волосы. Они стали мочалкой. Я вам уже показывала. И пост писала, по-моему, в инстаграм. Если не писала, видео точно вам оставляла отзыв. Это просто гадость, девчонки. Это просто гадость редкостная. Волос просто солома. Как будто вы их хозяйственным мылом помыли и все. Вот вам горячее обертывание. Я не понимаю вообще, как можно такой продукт выпускать. Заявляю, что он для поврежденных волос их восстанавливает. Вообще не берите. Не-не-не. Не надо. Так, дальше. Жидкое мыло Бьюти Кафе. Зелененькое. Классненькое. Вкусно пахнет. Лаймовый сорбет. Один из любимых ароматов Бьюти Кафе у меня. Прям действительно лайм. Свеженький. Оно такое красивое. Зеленое. На кухне стоит. Радует глаз. 25,05. И ручки в ней не сушила. Мыло хорошее. Дальше. Из линейки Фаберлик Бэби. Вот такое вот у нас с вами средство. Гель для подмывания с экстрактом череды. Алоэ вера 0+. Беру для мелкой. Беру для себя. Беру для старшей. Артикул 1644. Сама сейчас использую только вот это средство. Потому что очень нравится. Оно очень деликатное. Очень деликатная душка. И консистенция. В общем, все отлично в этом геле. Я вам очень рекомендую даже для себя к нему присмотреться. Он классный. Дезодорант. Антипреспирант. Зелененькие. Алоэ вера. Они у нас без спирта. 2241 артикул. 48 часов защита. Очень хороший. Годный дезодорант. Который день держит. 48 часов не держит. Точно. Проверяла. Аромат алоэ. Ну, наверное, один из самых нелюбимых. Больше всего нравится голубенький, розенький хлопок. Но, тем не менее, все равно их чередую, чтобы не надоедали. Скажем так. Дальше. Тушь Miss Curl. Ой, моя родная. В следующий раз я обязательно ее возьму. Она из каталогов пропала. Но, по-моему, на сайте я смотрела. Она есть в наличии. В каталогах нет. Но вы по артикулу, а артикул у нее 57-62, ее ищите через поиск. И вам выдаст сайт. Просто на нее не будет скидки. Тушь. Самая моя любимая. Все равно. Вот сейчас у меня Диваж. Тем не менее, я и пост про нее писала. И хорошая. Она, да? Все равно Miss Curl лучше. Здесь силиконовая кисть. Вот такая вот изогнутая. Это коричневая именно тушь. Она деликатнее, чем черная. Смотрится на любых глазках. Она идеально прокрашивает. Без эффекта комочков, слившихся ресниц, паучьих лапок. Не растекается ни в жару, ни под дождем. И подкручивает. И удлиняет. В общем, я ее обожаю. Девчонки, тушь действительно классная. Кто не пробовал, партикулу вбивайте. Потому что многие девочки мне писали, что с каталогов пропала. Они тоже ее полюбили. 57-62. Так. Шприц. Наконец-то я его добила. Больше ничего нет. Нет, что-то еще есть, девчонки. Еще что-то есть. Сначала про шприц. Концентрат для лица. Age Power Peptide Complex. Вот такой. Давно он у меня. Вы знаете, как-то потом рука к нему не тянулась. Потому что, в принципе, эффект есть. Но он временный. То есть наносим на морщинки. Я как делала вот так вбивающими движениями. Налбуюсь на носогубки вот так вбивающими. Вбила, дала впитаться. И сверху уже свой там ночной или дневной крем. И пока на лице, на вашем это средство есть, морщин не видно. Они разглаживаются. Мелкие мимические. Я не могу сказать вам ничего про какие-то глубокие возрастные. Но мелкие мимические. Они разглаживаются. Действительно. Вечером вы умылись. Смыли. То есть этот продукт со своего лица. Морщины вернулись на место. На ночь опять нанесли. Опять лицо разгладилось. Вот у меня был такой эффект. Накопительного я не увидела. Сейчас на постоянной основе тоже пользовалась. Не знаю. Может быть нужно подольше попользоваться. Но даже временный эффект это уже радует. То есть продукт не бесполезный. И это здорово. Артикул вам, девчонки, я его не скажу. Потому что его здесь нет. И из этой же серии у меня закончилась активная сыворотка для лица. Ретинол про. Так. Артикул 12-12. И вот здесь у меня сломался дозатор. Был единственный минус. И я вот так вот выдавливала. Просто вот до конца выдавила. Все. Поднялся уже дозатор. Сыворотка очень неплохая. Так же как и крем из этой серии. Мне очень понравились. Вот здесь действительно есть накопительный эффект. Кожа выглядит действительно лучше. Подтянутие. Вот эта вся линейка. Если сочетать особенно крем и сыворотку. Она действительно на вашем лице работает. Вы увидите результат. Я его вижу. Я его видела. Поэтому продукты годны. Я скорее всего вот эту серию повторю зимой. Потому что сейчас летом вообще не хочется никакими кремами мазаться. А вот зимой зайдет на ура. Просто на ура. Сыворотку, по-моему, мы с вами используем на ночь. А крем на день. Если я не ошибаюсь. Там какой-то процент у них литинола разный. Все, мои хорошие. Мы с вами галопом по Европам. Просто я бы так сказала. Я сегодня тараторила. Мне кажется, как никогда. Пока мелкая спит. Хочется все успеть вам рассказать. Ссылка на регистрацию в Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. А я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока.